Воображаемое падение пассажирского самолета и настоящая спецтехника, спасатели и очаг возгорания. В Запорожском районе прошли совместные учения госслужбы по чрезвычайным ситуациям, медиков и правоохранителей. По легенде, на окраине города произошла авиакатастрофа. У воздушного судна, летевшего из Москвы, по очереди отказали оба двигателя. Условное падение воздушного судна было прогнозируемым с 9 утра. Приблизительно в это время, по легенде учений, у самолета из Москвы, который должен был приземлиться в Запорожском аэропорту, отказал первый двигатель. Через некоторое время якобы заглох и второй. На месте воображаемой авиакатастрофы, невдалеке от трассы Харьков-Симферополь, уже дежурили спасатели. Мобильная спецгруппа была организована после получения сигнала СОС. Также была сформирована колонна из нашей техники, в которую входило 9 единиц техники и более 50 человек. Послам Алексея Лепского это были плановые учения по проверке Международного аэропорта Запорожья и готовности всех служб к ЧП. Кроме спасателей, привлекли медиков и правоохранителей. В качестве поддержки с воздуха – поисково-спасательный вертолет. Организаторы маневров заверяют – координация действий участников получила оценку «хорошо». Практически все службы были задействованы для устранения вот этого чрезвычайного происшествия и оказания помощи постраждалым, которые здесь находились, а также членам экипажа. Впрочем, на этом маневры для их участников не закончены. В главке спасательной службы планируют провести разбор полета в учении, где им и будет поставлена окончательная оценка. Продолжение следует...